Кто устраивает свалки рядом с квартирами, а кто заботится о своем имуществе и хранит его правильно, подальше от посторонних глаз и эвакуационных выходов, выясняли сотрудники полиции. Состояние подъезда в жилых многоквартирных домов они проинспектировали накануне совместно с представителями пожарной охраны. О том, как прошел рейд, расскажем в материале выпуска. Я вам памятку учу. Памятка о сохранности имущих. То есть у нас происходит сезонная кража, летом у нас происходит велосипеда, коляски из подъезда. У нас как-то натреться, что они доходят. Сезонную у нас крадут санки с мегакаты. В вашем доме, наверное, было зафиксировано две кражи из подъезда. Квартиру за квартирой сотрудники полиции и пожарной охраны обходят нарьинмарцев. Их цель не наказать, а в очередной раз предупредить. Оставлять в подъездах на лестничных пролетах коляски, велосипеды, санки и другое имущество безответственно и опасно. Это не только легкая добыча для воришек, но и реальная преграда во время эвакуации при пожаре. Для информации. Смотрите, коляски оставлять нельзя, тем более в вашем доме происходило хищение колясок и велосипедов. Вот здесь? Да. Не слышно только войны? Вот в другом подъезде. Поэтому ваше имущество вы несете ответственность за справедливость с имущества только сами. За 9 месяцев этого года в полицию поступило 32 обращения хищений, велосипедов, санок и самокатов. По 11 фактам возбуждены уголовные дела, по 12 возбуждение дела отказано, так как кражи совершены малолетними детьми. Однако юные правонарушители поставлены на профилактический учет в органы полиции, а родители привлечены к административной ответственности. В избежание таких случаев мы общаемся с гражданами, доводим до граждан, чтобы они свои имущества не оставляли в подъездах, также несли ответственность за свои имущества. А мы, в свою очередь, также будем делать свою работу. Оставленные на часок и забытые на годы газовые плиты, ковры, мебель и другое имущество представляют угрозу для жизни всех обитателей дома. В случае экстренной эвакуации такой хлам станет серьезным препятствием к выходу из горячего здания и будет дополнительным источником горения. Кстати, штраф за такое халатное отношение к собственной безопасности владельцу оставленного в подъезде имущества – 2000 рублей. Бывают случаи, что люди оставляют на путях эвакуации вещи личные, горючие материалы, и тем самым ухудшают ситуацию. Также хотелось бы обратиться к жителям не то, что город Наринмар, но и всего округа, что нельзя заходить по целым пути. Это наша с вами безопасность, и надо быть внимательными. Предупрежден, значит, вооружен. Памятки вручены. Сотрудники полиции МЧС надеются, граждане будут бдительны и уберут из подъезда ненужный хлам и детские транспортные средства. Впрочем, они это проверят во время очередного рейда. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».